всем доброе утро дорогие друзья у нас время 9 час ой какой кот красивый сейчас я вам покажу смотрите какой крупный код вот я на автобус опаздываю она катали будешь ты чей такой толстый ладно бежим короче говоря время 9 час я бегу на автобус не на срочный город по делам вот такие вот дела всем хорошего дня и хорошего настроения всем желаю крепкого здоровья поехали дорогие друзья я уже съездил в город по делам короче ничего не получилось у меня ну ладно потом расскажу что то как зашла в магазин купила две крышки у меня две банки с помидором почему-то потекли крышка закрыта они потекли и поэтому я обычные крышки в холодильнике стали будешь потом купила зашла детям булочки от кина отца андрей и купила кефир сегодня хочу если чу или оладушки постепенно так и две булки хлеба также на вечер купила кстати батон и взяла в городе 2 нарезные себе на завтрак отруби взяла но у меня дети тоже такие любят молоком или с кефиром и 2 паштета купила нам они понравились и на вечер детям взяла но после школы придут вот такие вот йогурты взяла 10 штучек в общей сложности вот здесь вот поэтому так вот ладно сейчас детей кормлю я не буду пойдут школу всем хорошего дня и хорошего настроения так дорогие друзья сейчас оксана сидит пока кушать пока она кушать я хочу сделать макароны с тушенкой приготовим которую тушенку права на обзор даже муж попробовал сказал что говядина большой банки полная г но я ее выкидывать не буду мы просто сварим тайсона кушать а остальные тушенки нормальные сегодня я хочу вот эту говядину приготовить с макарошками на просто так стоит у меня печень минтая ему принципе тоже горит есть можно но вот этот говядина которую тайсон упадет сварю ему кашу и добавлю просто выкидывать жалко поэтому пока стоит так что вот так вот сейчас мы с вами ой воду забыла посолить решили макарошки отварить достала две морковочки сейчас помою патру нашинкую все на чекаю и будем готовить если интересно оставайтесь с нами ну что приступаем все мыть и обрабатывать и ой дорогие друзья макарошки у меня уже варятся гребешки сегодня варю такие вот сейчас отворю промою и будем делать зажарку из тушенки варим готовим 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 потом с оксана у нас надо очень много уроков дело вчера допоздна она я ее уже положила спать переложись я те сделаю кроссворд мы с ней загадки выбрали какие я есть составила она утром уже переписывал она приходит из школы поздновато но сегодня на празднички конечно пришла сейчас из-за холода у них уроки короткие поэтому так чего мариночка сейчас подожди скоро иди туда в комнату чай пейте ладно готовим с вами дальше кушать так ребят поставила обжаривать лучок ну как обжаривать под крышкой томить буквально чуть-чуть смазала сковородочку и под крышку пусть томится все дорогие друзья сварила макарошки с тушенка вот такие вот получились но принципе так поесть можно ну конечно мясо там все равно мало ну ладно всем кто кушает всем приятного аппетита всем добрый день дорогие друзья всем желаем хорошего дня и хорошего настроения целом чем хочу заняться хочу сделать оладушек и помыть весь холодильник потому что он что-то весь заляпан дети магнитами постоянно играют и ляпают его постоянно сейчас стол хорошенько вытру он хоть и чистый но все равно вытру его и будем делать с вами тесто я тут вчера купила кефир 2 литра я брала 3 но дети попили кефира поэтому осталось 2 для оладушек нам с вами как раз хватит и напишите пожалуйста какими средствами можно мыть индукционную плиту кроме воды я обычно водой потому что протираю каждый раз и треть плиткой протереть потому что уже несколько дней протирала там и на сегодня отмыть опять микроволновку меня когда ребенок что-нибудь приготовит потом микроволновку однесла я когда готовлю потом микроволновку всегда протираю а ребенок никогда не протирает микроволновку маш поздоровайся здравствуйте ты кошки бы футболку бы одела она у нас так заболеет что не дай бог у нас пришла кофта для василисы с детьми заказывали кофточку на зиму потому что зимой все равно холодно и теперь она у нас иногда по идее у нас дома-то тепло можно не одевать но вот надо приучать ее к одежде да многие пишут на что сразу было приучать хочу вот эту вот клеенку со стола убрать потому что прием какая-то со временем темная стала у тебя и постоянно под клеенкой вытираем и все равно на эти как-то это мне не нравится какое настало вообще отсюда брать сейчас будем с вами тесто для кефира фу для кефира для оладушек я уже все приготовила надо кефир достать 2 литра кефира нам понадобится и надо холодильник на днях будет мыть да дочь хорошо можно нет нельзя поставь здесь и так что будем с вами делать и ладим уж у меня на улице сегодня разбирает парник уже от огурцов от помидор пленку снимает чтоб на следующий год эта пленка сохранилась и как у него нога ну получше стало намного лучше но с больничного его не сняли он ходит старается на пятку наступать и палец чтобы не погрязать что делаю вас леска дай сюда дай покажу вот такая вот у нас вася вытягивай лапти юноши ну немножко кошечка приоделась козы вот такая вот козы у меня теперь кофточка до васечка но васечка к ней вообще никак не она и не нравится она ее постоянно снимая давать или не нравится корта скажет ну вообще уж хозяева кофту кошки одеваете на забирай свою красавицу идите вместе с ней отсюда мама будет тесто делать на вот так что вот так вот дорогие друзья ладно сейчас будем жарить оладьи всем желаем хорошего дня и хорошего настроения маш ты кушать то собираешься нет да она и большевата кофта потому что так все ладно жарю оладушки сейчас тесто сделаю подключусь опять к вам я тут на днях ребята разговаривала со своей бабушкой по телефону и что-то мы так заговорились про деревню вспомнили как мы раньше с ней стряпали не грубашка ты делаю печенье по моему с рассолом она и намекнула так она это ой да ягра можешь сказать на глаз как и чё на грида настя записывает а мне сказал так что на днях мы ребята с вами попробуем рецепт моей бабушке как она в деревне я очень любила это печенье она его постоянно стряпал постоянно и там ничего такого сложного не надо так что если интересно оставайтесь на нашем канале мы обязательно с вами сделаем это печенье но сейчас пока мы делаем оладьи оладушки оладушки всему блин голова споем песню настроение хорошая чтобы не попить добавляю немного масла сюда в тесто и мешая мешаем делаем болты болты из нашего тесто многие скажут что-то настя чересчур веселые ребята надоело уже все верите нет все надоело уже что плакать что ли никогда не буду плакать ладно делаем тесто потом покажу что у меня получится всем хорошего дня все тесто опять целый тазик намесила вот такой вот она у меня получилось эти густая густая при густая сметана сейчас немножко пусть постоит как говорится реакцию сую даст и потом будем жарить масло готово все готово буквально минут десять я даю тесто постоять а потом будем жарить пока приготовим все для того чтобы жарить киса киса тут сидит кушает мешается помидоры у меня уже почти все вызрели которые кустики еще хорошие оставлю а которые уже по совсем пустые без помидоров буду убирать на улицу уже земля понадобится на следующий год бросался и так что так вот что кого ледом будешь играть играет ты чё с полным ртом то разговариваешь а не печенку полный рот набрала разговаривает я сейчас хочу поставить два одеяла мне на постирать и повесить на улицу пока солнышко есть ладно пошла одеяло ставить машинку стирать сходила помогла мужу клеенку собрать с парника мы сняли уже клеенку темно наверно да и это сложили ее на следующий год чтобы одета на маленькие парники пойдет и многие страшно сейчас картошка картошки ребят мы выкопали сколько есть только есть показывать не будут сразу сколько есть только есть на посадку мы сразу откладываем остальное все на еду мелкую на еду где-то в мундирах прям сварим где-то с рыбкой соленой поедим где как понадобится всякое дальше почему не выкапываешь свеклу с морковкой ребят рано еще выкапывать свеклу с морковкой мы обычно выкапываем где-то в конце сентября пускай еще растет господи еще можно сидеть она морозов не боится потому что она в земле ведь поэтому свеклу с морковкой я пока не тороплюсь многие спрашивают также еще буду или нет я садить на зиму лук и чеснок да буду постараюсь купить нынче лук чеснок на зиму чтобы посадить и некоторые советовали на зиму посадить морковку с семенами попробую одну грядочку посадить но не знаю ну попробую обязательно ребят попробую спасибо за совет я когда-то садила мне не понравилось но я садила грамуля там морковку но нынче хочу попробовать именно с семенами поэтому попробуем посмотрим что получится из этого все надо пробовать понемножку так что вот так вот ладно ребят продолжаю жарить оладушки что плитку сильно ядерно включила тарелку мне надо чтоб лопатку класть вот так вот ладно жарим оладушки с вами дорогие друзья у меня Егорка приехал со школы я его просила зайти в алберес я тут заказывала шампунь на пробу маленький флакончик вот вот такой вот понтин для маши потому что мы маша никак не можем нормально шампунь подобрать на маша у маши такие волосы противные это просто ужас на ваня тело кстати пупыд нашего детства и заказывала я тоненькие ручки у нас младшим классом нельзя так ну-ка тихо идите туда в комнату пожалуйста поэтому я им заказала обычные ручки 12 штук здесь упаковка целая маша убери в ящик для школьного принадлежности сейчас переверну ребята оладушки и покажу дальше что я еще заказала у меня недавно у знакомого был день рождения я все думал ну что же мне ему подарить мы с ними общаемся и с ним и с его на женой хорошо общаемся а он недавно себе поменял машину а я тут как-то найти думала думала но наверное же у него нету там аптечки для машины и купила ему вот такую аптечку в машину на подарок на день рождения машинка прибери коробочку пожалуйста идите пожалуйста играйте и заказывала себе семена чего буду делать йогурт и вот такие вот баночку у меня пришла 7 ночью у меня есть уже разных подсолнухов и вот сейчас иначе а это аптечку передам другу будет мимо приезжать скажу чтоб заехал ладно жарим дальше оладушки муж собрал остатки огурцов такие его дела немного но на салат хватит покушать дорогие друзья у нас день со мной идут маша маша поздоровайся оксана и оксана идут короче мы идем чем маша делать до идем отправлять улиток на канал мы не снимали ничего но идем отправлять тайсон чё с тобой опять ладно идем мы идем домой смогли на все отправили посылочку девушки человек отправила что трек номер там она отслеживать будет и вот идем зашли магазин и сейчас покажем дома какие покупки мы сделали так небольшие покупочки и попросила знакомой что насчет посылок узнать но нигде она свои посылки найти не может а ей пришло самое уведомление что посылка уже на месте и вот ищет ищет и где найти ее могут посылок оксана открывай калитку маша оксана кто-нибудь откройте мне калитку ладно ладно бегает прыгает ладно идем домой а муж разбирает парник от пленки что ты делаешь ты где такую воду взяла брызги такие на ты из игрушечки он еще перчик один пересадил туда и там разбирает и курей выпустил куры гуляют там паутина просто свеклу с морковкой ребят я еще не убирала пока пуска еще стоит можно до конца сентября еще им стоять спокойно ничего с ней не будет курей гуляет потом все эти кучки соберем и тоже в компостную яму берем муж убирает уже все там так что вот такие вот делы все огурцы уже выдергал там только парнике свекла получается да осталось парнике только свекла осталось но да я вижу как он бегает красавый петух да мой про вас заговорили что вы там дома света оладушки жарит пока мы с тобой ходим на почту знаешь пойдем дальше ладе жарить ладно всем хорошего дня все пришли домой показываю что взяли ой сейчас достану купила вот таких вот яблочек по 75 рублей за килограмм я не знаю сколько здесь вышло сейчас помою ваня подожди прокладки ежедневные у нас была у кошки с собакой миска двойная стеклянная но получилось так что на нее что-то уронили она сломалась и поэтому в этот раз взяла пластиковую уже вот такую миску потому что приходится что-то другое ставить также купила кефир и молоко вот такие вот в целом все покупки ладно продолжаем жарить оладушки вот света здесь что нажарила красивые и вот здесь жарить тесто еще много но сейчас я буду уже жарить цвета пойдет уроки делать у нас уже вечер но почти знаете что сейчас я все еще жарю оладушки я уже устала дети уже наелись уже вот здесь вот столько и короче у нас есть такие вот джинсы их никто не носит я хочу их разрезать на конюшки а потом хочу с них сшить пуговицы красивые не нравится я смотрю как бы не эти пуговицы без снять пока вот так ладно я буду разрезать эти джинсы отрезать конюшки потом я смотрела тут на ю тубе видео ролик коврик из джинсов не понравилось вот хочу все старые джинсы пособирать у нас очень много и на коврик пустить только машинку швейную надо починить сдать в ремонтное чтоб починили и сделать а я все продолжаю жарить у нас все дождик льет дождик приходил знакомый попросил накопать ему хрена тут у этого копал хрен себе видать реновина что ли хочет делать и отдала ему за подарок который на ежденье его покупала так что вот такие вот дела ладно ну а я продолжаю дальше делать сейчас нарежу эти джинсы потом покажу что получилось